свобода слова в казахстане не не слышал приветствую вас мой подписчик мой зритель сегодняшнем выпуске мы поговорим о наболевшие теме нашего общества это свобода слова есть ли такое понятие вообще в казахстане а если его нету и либо его пытаются как-то допустим и заничтожить даже так каковы причины настоящие вот такого несовременного отношения ко всем нам и к окружающему миру это самое главное в сегодняшнем выпуске но прежде друзья рекомендую международный круизный клуб став членом этого круизного клуба вы сможете позволить себе одну из пяти тысяч путевок на круизном лайнере по цене в два раза дешевле чем в любой другой туристической организации проверьте мои слова выйдите в интернет и сравните цены также вы сможете получить эту путевку совершенно бесплатно если проведете с собой еще пятерых новых членов международного круизного клуба ну и конечно же сможете подзаработать номер ватсапа email сайт youtube канал instagram все это я оставлю в описании под этим видео заходите и получайте более подробную информацию я уверен что вам эта тема понравится в два раза дешевле чем где-либо ну что ж начнем друзья вы наверняка обратили внимание на ту ситуацию которая творится сейчас вокруг журналиста нас нашего времени светлана глушакова о том судебном разбирательстве а то и так скажем небольшой постанове которая была осуществлена нашей действующей властью по большому счету но кроме них некому а то реакции которые происходят и о том вообще в принципе насколько это все действенно насколько это имеет право на жизнь ну насколько это вообще в принципе отображает наше лицо чтобы вы были в курсе понимали о чем я говорю небольшое послание так скажем да вот от нашего президента а сам же марта хаева который поручил акимом городов использовать новые форматы взаимодействия с населением и оперативно реагировать на запросы по его словам важно от активно работать в социальных сетях создавать группы в мессенджерах доступно разъяснять проводимую политику модернизировать и управлять ситуацией такая отметил что умение четко и доступно донести суть проводимых реформ и реализуемой госполитике становится неотъемлемым требованием каждому руководителю далее цитата вы сами видите что иногда даже самый грамотный специалист не может разговаривать на простом и доступном языке цитирует кассам же марта тахаева от орда а что это говорит друзья это говорит о том что но перед президент республика астан господин кассам же марта тахаев прекрасно понимает что же сейчас изменилось за эти 30 лет по большому счету становления казахстана как современного и так скажем демократичного общества что вот поменялось вот с тех пор чем мы сейчас не только казахстан а весь окружающий мир отличается допустим десятилетней давности от десятилетней давности что же такого произошло друзья одно слово интернет вот и все я объясню вам свою мысль дело в том что так скажем до двухтысячных годов вот вот эти вот схемы когда ты преследуешь журналистов блогеров влогеров да сажаешь их тюрьму запугиваешь и пятое двадцатое эти времена когда эти способы методы действовали они уже прошли видите в чем дело друзья сейчас никто не пытается залезть в радио станции никто не пытается залезть там допустим в печатные сми либо в телевидении никто вот те кто это делал раньше с кем непосредственно наша власть боролась вот именно допустим закрывали митинги закрывали людей запугивали 5 20 это уже все друзья это прошлый век оно прошло потому что опять же пришел интернет сейчас сегодня вы можете за одну неделю стать сверх популярным человеком в казахстане нереально популярным знаменитым тем кому все верят и доверяют за одну неделю в интернете друзья не нужно будет выходить ни на какие митинги совершать какие-то чудовищные там допустим нереальные поступки убивать драконов или что-то в этом роде нет вам просто нужно знать как работать как вести свою деятельность в интернете к сожалению получается так что вот кроме нашего президента хаслужимар тухаева этого никто не понимает исполнительная власть в большинстве своем этого не понимает они до сих пор живут в двухтысячных годах они не понимают что такое интернет они не понимают что доступ к информации стал настолько большим настолько начал иметь силу к настолько большую что не считаться с ней нельзя но наши почему-то откровенно тупят я не знаю в чем дело друзья дело в том что допустим если опять же возвращаться к тому суду который идет прошел над светланой глушаковой который административный суд нурсултана признал репортера настоящего времени светлану глушакова виновной ее обвинили в том что она якобы толкнула девушку пытавшуюся помешать ей освещать задержание протестующих 22 марта в городе нурсултан глушакова отвергла обвинение считая их политическими политически мотивированными и назвала действия властей в отношении нее попыткой воспрепятствовать ее работе друзья знаете две более чем две тысячи лет назад была прекрасная республика которая называлась римская республика друзья и вот там как раз таки использовались такие методы влиятельные люди патриции они всегда были в окружении огромного количества своих клиентов рабов вольно отпущенников тех людей которым они платили чтобы когда они приходили на форум те восхваляли те препятствовали допустим их оппонентам даже дел дрались и 5 20 то есть это люди которые были оплате вот сейчас вот на эту ситуацию с господрой светлана глушакова я вижу что вот вот примерно так же действует наша власть не дают снимать репортажи да вот решили то что вот вот такой вот темой будет хорошо наняли там получается стану судя по сюжету наняли студентов которым там чего-то там пообещали возможно может быть ничего не пообещали но которые просто препятствовали действию журналистов чтобы они там сняли операторов влогеров и т.д. и т.п. то есть это методы двухтысячелетней давности хорошо спасибо нормально пацаны я вижу что оказывается вы чего-то да можете взяли в пример допустим вот такую вот работу римских патрициям но ребята мы же современные люди я вот сейчас на этом делаю клуб мы образованные люди эти 30 лет которые прошли мы все-таки научились чему-то у у нас полный доступ интернета не включая вот эти два часа которые вы нет нет отключается интернет до вечера мы стали гораздо информационно богаче мы в курсе что творится во всем мире это нам все дает интернет сейчас те люди которые сидят в интернете в интернете это те у кого есть смартфон таких людей с каждым годом становится все больше и больше то есть доступ к ниб любая организация любая оппозиция имеет и без всяких нереально жестких акций они имеют тупо не выходя из дома как и я к примеру включаю прямой эфир и пошел говорить свое мнение многие обвиняют меня в том что я придерживаюсь про правительственных допустим взглядов да конечно я за государственность я за государство республики казахстан и за то чтобы эти законы исполнялись конституция соблюдалась я за это если наша власть что-то не может чего-то не тянет я критикую я говорю конкретно ребята те кто придумывает эти акции закрыванием блогеров и журналистов запугивание допустим с наймом вот таких вот студентов и 5 20 я могу вам сказать так вы там сидите вы реально тупите почему я тоже объясняю ну неужели нет у вас никакого воображения ну неужели вы не можете придумать чего но есть же интернет им же пользуются вот оппозиционеры почему вы также не можете пользоваться неужели вы себя вообще не верите кто вы люди которые стоят у руля нашей власти кто вы я более чем верю что большая половина вот даже отказом же марту каев сказал с этим вышел с таким заявлением что нужно по соцсетям работать вы тупите вы ничего не делаете вы вас хватает только на то чтобы разогнать мирных граждан посадить их в автобус увезти факу интер воды запугать там и отпустить все так вы для чего это все делаете вы наоборот хотите чтобы дестабилизировать всю ситуацию в казахстане вот такими методами методами потому что все что вы делаете вы делать исключительно во вред уже не самим себе а нашей государственности государственности республик казахстан вы убиваете этим самым свободу слова а без свободы слова казахстан не может прогрессировать это единственное что будет нас двигать дальше нам нужно ее просто отдать полностью все говорите все что хотите и в этом случае вы чиновники не сможете делать ничего не потребного мы будем спрашивать всегда с вас а где отчеты а куда эти деньги делись а что за тендеры и 5 20 тогда вы будете работать во благо государства когда мы начнем показывать что вы делаете не то либо вы действительно сидите и для вас выгодно чтобы народ вокруг вас был тупой и ничего не понимал так это уже не получится все интернет вошел в наши дома мы стали образованными информат информативно достаточно ли друзья нас уже просто так не обманешь когда до вас это дойдет когда до вас дойдет что война идет уже не на улица настоящая война идет в информационном пространстве когда до вас это дойдет почему у власти вот те кто это делает сидят вот такие бестолочь я не могу понять вы делаете все во вред любая ваша акция которая была взята еще сдает с древнеримских времен это просто какой-то смех для ну неужели у нас такие недалекие руководители это просто кошмар так начните работать в интернете господи начните делать также какие они хотя бы также результата будет больше тех людей которые каждый день постоянно обрабатываются через свои смартфоны всякой оппозиции дтп становится с каждым днем все больше и больше тех людей которые смотрят телевизор читают газеты слушают радио тех людей которые зависит от них что таких людей становится меньше и меньше молодежи становится больше друзья когда вы поймете эту тему и начнете работать во благо государства республики калстан или или что какие ваши цели вы своими не действиями или вот такими действиями которые вот это медвежья услуга вы наоборот хотите сделать что-то плохое или что я не могу никак понять это все по большому счету относится каким он городов области областей потому что работа в каждом городе в области не ведется я ее не вижу я вижу исключительно работу оппозиции которая в интернете в ютубе в инстаграме фейсбуке просто ломает ломает на нет вы же сидите без действий это говорит о многом по не мере друзьям мне это говорит то что там люди вот допустим до которые тут внутреннее управление внутренней политики управление внутри политики там отделы есть в каждом акимате там тупят жестко там люди некомпетентные не знающие как работать которые не понимают какова ситуация сейчас вообще творится вокруг который дальше своего носа ничего не видит вот такие там люди в этом я сто процентов и уверен зачем они нам нужны давайте вот по алмате возьмем господин байбек кто у вас занимается внутренней управлением внутренней политикой политики неужели вас хватает только на то чтобы вызвать к митинг митингующим автобусы с омонов сами чтобы их связали и отвезли куда-то неужели вас хватает только на то чтобы запугать блогера либо журналиста сделать какую-то фейковую фейковую тему чтобы вы взяли и закрыли это же это же все идет вам именно во вред ну когда вообще я просто в шоке друзья в казахстане должна быть настоящая свобода слова это единственный необходимый атрибут нашего будущего безбедного счастливого будущего мы ни в коем случае не должны терять свободу нашего слова за это я ратаю жду ваших комментариев друзья злобные будут блокироваться однозначно обязательно подписывайтесь наш канал ставьте пальцы вверх с вами был сула всем пока салам алейкум аривидорчи